Вишня в нашем саду. Дорогие друзья, всем привет! Мы сегодня с вами будем закрывать вишню в собственном соку. Вишню помыли, перебрали и вынимаем косточки. Косточки удаляем удобным для вас способом. Вишня подготовлена, косточка удалена. У меня здесь приблизительно 4 килограмма вишни, 4 литровых банки, плюс-минус. Теперь я это все засыпаю с сахаром. 150 граммов на литр или 6 столовых ложек. Итого у меня выходит 600 граммов сахара. Теперь мы встряхнем. Этот способ простой, беспроблемный, без стерилизации. Просто вишню нужно оставить для того, чтобы она пустила сок не менее как на 8 часов или на целую ночь, а потом проварить. У нас остается еще очень много времени для того, чтобы подготовить баночки и простерилизовать. Итак, время вышло. Смотрите, сколько сока. Очень-очень много. Теперь мы ставим на огонь и после закипания варим минутки 3 и выкладываем в баночки. Баночки я подготовила, постерилизовала. Две литровых и несколько пол-литровых. Вишня подогревается пока. Подогрев идет на сильном огне. Только закипит огонь сделаю меньше. Вот и вишня кипит. Огонь я уменьшила и теперь можно периодически будет вот так надавливать. Перемешивать не нужно. Так как у нас вишня более восьми часов была в сиропе, она стала упругой. Поэтому ее можно вот так надавливать. Вишня потихонечку кипит под крышкой. Процесс варки закончился. Я сейчас в баночки перекладываю вишню, а затем сироп. Вот вишня в баночках. Теперь заливаю сиропом. Как я сказала, на две трети баночки я выкладываю ягоды, остальной сироп. И вот получилось четко, ровно. У меня 4 литра. Теперь закатываем крышками. Итак, баночки я закатала. Теперь я накрываю полотенцем и оставляю до полного охлаждения. Вот так. Вот так. Субтитры сделал DimaTorzok